МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не испортишь. Благовещенский дизайнер советует оформлять новогодние деревья в стилях Прованс, Кантри и даже Тиффани. Об этом и многом другом расскажем в выпуске информационного агентства «Город» в студии Кристина Добровольская. Здравствуйте. И к первой теме. Завтра в Благовещенске дадут старт строительству моста через Амур. Автомобильный переход из столицы Преамурья в приграничный Хэйхэ будут возводить три года. Общая протяженность подъездных дорог и моста составит порядка 20 километров. Из них 6,5 построит Китай, 13,5 – Россия. Ширина перехода по проекту – 14,5 метров. Две полосы для движения. Стоимость грандиозного сооружения составит почти 19 миллиардов рублей. Сдать объект в эксплуатацию и пустить по нему автотранспорт обещают в 2019 году. Сегодня около 3,5 тысяч благовещенцев провели весь день без горячего водоснабжения и отопления. Причиной стал порыв теплотрассы в районе Ленина-Артиллерийской. Коммунальная авария произошла в третьем часу ночи. На место сразу же выехала рабочая бригада. А в 10-м часу утра было решено отключить потребителей от водоснабжения и отопления. Над устранением порыва коммунальщики трудились до вечера. В результате подвижки грунтов, то есть морозы у нас не слабые, произошел именно отрыв сельфонного компенсатора. Так как этот дефект невозможно исправить, именно заварив его что-то, поэтому меняется. Одновременно специалисты следили за уровнем температуры в 33-х многоэтажках. Он не опускался ниже 20 градусов. Вернуть услуги жителям пообещали сегодня же. Вода, затопившая остановку в районе плодопитомника, не представляет опасности для здоровья людей. Анализ, который провели специалисты ГСТК, показал, что жидкость не из канализации. В городском управлении ЖКХ предположили, что это грунтовые воды из-под земли. А неприятный цвет жидкость приобрела из-за высокого содержания железа. 850 предписаний из 1200 возможных. Замечания по уборке снега во дворах с начала зимы получил практически каждый первый многоквартирный дом в Благовещенске. Сегодня специалисты управления ЖКХ отправились в очередной рейд. Проверить, насколько эффективно исполняются их рекомендации. Долбить снег с лежавшейся дворнику Александру Матвеевичу приходится крайне редко. Обычно мужчина старается поработать метлой сразу после снегопада. Так проще и быстрее. В этот раз немного не успел. Впрочем, и слой наката получился небольшой. На расчистку придомовой территории потратит еще один день. А технология вот, делается самодельная лопата с пилы, наклепывается. И только при помощи ей можно вот это все убрать. А так бесполезно. Высотку Назейской 222 дворника Тамурской управляющей компании обслуживает со дня постройки. Два года. Столько же живет в нем и Валентина Милащенко. Жительница признается, даже если управляйку когда-нибудь придется сменить, старательного дворника никому не отдадут. Вот выделяется. Вот, допустим, где моя дочка живет, там вообще вот такая узенькая тропинка. Поддержу гостей, невозможно выйти из дома, снега полно. Нет претензий к управляющей компании и у жителей многоэтажки на Богдана Хмельницкого 31. А зря, считают специалисты управления ЖКХ. Чистыми и не скользкими тротуары здесь останутся недолго. Первый солнечный день и снежные сугробы вдоль дома потекут. Непочищенные и даже не присыпаны песком и придомовые проезды. На все эти работы управляйка уже получила предписание. Если не выполнит, пойдет в суд. С начала декабря проверяющие выписали коммунальным организациям города 850 рекомендаций. Устраняются они. Вот установленные сроки, которые мы в предписании указываем, управляющие компании делают все возможные меры, предпринимают все возможные мероприятия. И грейдером проходят, где-то вручную скалывают, как мы на сегодняшний день видим. Но стараются выполнить те работы, которые мы предписали. И от собственников на сегодняшний день жалоб мы не видим. В прошлом году жалобы штрафов было на порядок больше. Сегодня чистыми и безопасными можно назвать почти 90% дворов областного центра. Мария Селезнева, Денис Лугов. Программа «Город». Одному из учредителей строительной компании «Городок» предъявлено обвинение. Александру Сакани исследователи вменяют сразу две статьи – растрата и невыплата заработной платы. В ближайшее время решится вопрос о привлечении к ответственности двух других учредителей фермы «Банкрота». А накануне в правительстве области состоялось очередное совещание рабочей группы по проблемам дольщиков городка. На нем озвучили сумму, необходимую для достройки многоэтажки в селе Чигири. Стоимость работ составит 229 миллионов рублей. Доводить до ума литер-восьмой будет компания «Статус». Соответствующее соглашение уже подписано. Приступить строители намерены в апреле будущего года. Однако на данный момент стоимость имущества городка переданного статусу не покрывает затрат на достройку дома. Губернатор предложил учредителям компании «Банкрота» вложить в общее дело личные средства. В 6 часов вечера по местному времени началась традиционная пресс-конференция с Владимиром Путиным. При Амуре на ней в этот раз представляет всего один журналист – главный редактор газеты «Амурская правда». Удастся ли ей озвучить президенту целый список вопросов, касающихся развития региона, станет известно к концу вечера. В прошлом году встреча с Путиным длилась 3 часа 8 минут. Главными темами в этот раз стали социальная политика в стране и модернизация вооруженных сил, а также Сирия, убийство российского посла в Турции и президентские выборы в США. Пресс-конференцию главы государства сейчас транслирует в прямом эфире Первый канал «Россия-1» и «Россия-24». И к другим темам. Черепашки-ниндзя, пираты и снеговики заполонили Амурский театр «Кукол». Там прошла губернаторская елка для детишек, оставшихся без попечения родителей. На новогодний праздник в театре собралось 170 ребят от 3 до 10 лет. Несмотря на трудную жизненную ситуацию, каждый приготовил костюм. Семилетняя Вика, к примеру, облачилась в наряд любимого персонажа. Это костюм принцессы. Я готовилась к Новому году. У Рапонсо длинные волосы. Я тоже себе хочу отращивать волосы и стать, как она. Ребятам показали новогодний спектакль о русских калятках и Рождестве, а после с наступающим праздником их поздравил губернатор Александр Козлов. Я желаю вам хорошо сегодня провести время, хорошо отметить Новый год, потому что есть такая хорошая традиция, как Новый год проведешь, так и вот и проживешь. Пускай ваши оценки будут еще выше по сравнению с теми, что были, хорошее настроение вас не покидает. И те цели, которые вы себе ставите, они у вас обязательно получаются. Еще одна губернаторская елка для детей постарше прошла сегодня в Театре драмы. Им представление устроили для 130 амурчан. А где это мы? В волшебной стране надо полагать. Какая-то она не волшебная. На утренник съехались ребята из Благовещенска, Белогорска, Свободного, Райчихенска, Нового Райчихенска и Константиновки. Все они воспитанники детских домов. Вместе с ними новогоднюю сказку смотрели дети с ограниченными возможностями здоровья из общества «Источник». Пока одни получают подарки, другие только готовятся к новогодним утренникам. Героини нашего следующего сюжета, к примеру, уже два месяца шьют новогодние костюмы львят, чебурашек и дедов-морозов. За сколько часов до боя курантов можно сшить наряд, знает наш корреспондент. Смотри, воротник, который я тебе говорила. Полукругом ты его хочешь? Да, вот так полукругом. С нитками и иголками близняшки Ирина и Ольга дружат сколько себя помнят. Но работа друг без друга не клеится, несмотря на солидный партнятский опыт каждой. В детстве сестры обшивали не только себя и подруг, ансамбль, в котором танцевали. В расход шли крашеная марля, старые платья, шторы, а однажды посягнули на святое. В школе мы приносили ткань, это были старые галстуки пионерские. И в общем мы их сшивали одно единое полотно и шили длинные юбки на самбо, на танец. И нам надо было, конечно, красный цвет, и он чтобы был струящийся такой. И у нас здорово получилось. Это был самый-самый первый костюм для моего сына. Четыре месяца ему было. Я его сшила за два часа до Нового года. Своих сыновей мамы обшивают в первую очередь. На Новый год на троих готовят шесть костюмов. Это наряды к утренникам и всевозможным концертам. Недавно сооружали настоящий венкийский костюм. С отделкой из меха норки и национальным орнаментом из камней. На один только эскиз потратили уйму времени. Но иногда работать приходится в авральном режиме. После работы пришли с сестрой занять друзья. Девчонки выручайте, завтра нужен костюм. Во сколько завтра? Да утром. И вот мы практически всю ночь мы шили этот костюм. Бежим сразу, пока не закрылись в магазине за тканью. Сестра уже делает выкрики на ходу. Сейчас из-за множества заказов Новый год для сестер начинается с первых чисел ноября. Ведь прежде чем садиться за шитье, нужно придумать идею. Плагиат Ольга и Ирина не приемлют. Наталья Бернацкая, Юлия Мишурнова, Денис Лугов. Программа «Город». Прожиточный минимум для малообеспеченных пенсионеров останется на уровне прошлого года. Для остальных амурчан эту планку снизят на 250 рублей. О новшествах, которые вступят в силу в новом году, сегодня рассказали в пенсионном фонде. С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 5,8%. Прибавку получат те, кто уволился до октября года нынешнего. На эту же сумму в феврале проиндексируют ежемесячные денежные выплаты федеральных льготников. На 2,5% увеличат социальные пенсии. Это произойдет в апреле. А вот индексации материнского капитала в следующем году не планируется. Каждый второй житель Дальнего Востока предпочитает выходить на работу, даже если болен. Такой вывод сделала служба исследований с сайта HeadHunter. А как поступят благовещенцы, если с утра поймут, что заболели? Мы спросили у прохожих на улице. Когда еще работала, всегда ходила. Ходила по больницам, совсем больницы не посещала. Уж в крайнем случае, когда температура. А так всегда на работу. Какая-то ответственность была, что надо работать только. В больницу пойду, а начальству позвоню. Наверное, скажу, что заболел. Если я себя чувствую очень плохо, тогда я обязательно пойду на прием к доктору и возьму больничный. Почему? Потому что, чтобы не заражать своих коллег и тех людей, которые приходят ко мне на прием на работу. Но если первые симптомы просто боли в горле, першения, то на работу пойдут. Чувство неисполненного долга перед Родиной вытолкнет меня на работу. Мы преподаватели, поэтому зависит от того, какой период идет обучение. Если сессия, то, конечно, с масочкой идем. Ну, а если уже кризис, то, конечно, к врачу. Конечно, на работу пойду, потому что у меня съемное жилье, и мне никто его не будет оплачивать. Надеюсь только на себя. Добрый лед Добрый лед, поэтический фестиваль и в Обломаркет. Масса интересных событий ждет горожан на выходных. Их анонс уже в эфире. В субботу утром на крытом стадионе «Спартак» стартует международный детский турнир по хоккею. На Добрый лед выйдут шесть команд из Благовещенска, Свободного, Хабаровского края, Якутии и Китая. Продолжат воскресенье. В десять часов на территории старого города, что в островах, горожане смогут отовариться в Обломаркете. Часом позже тяжелоатлеты посоревнуются за кубок города в спортзале Дальгау. В четыре дня Краеведческий музей соберет молодых авторов на поэтический фестиваль. Там же в семь часов вечера камерный хор Возрождения исполнит музыку под снегом. В воскресенье снова будут соревноваться тяжелоатлеты, но уже за кубок области. А в час дня на катке площади Ленина пройдет спортивный семейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». В это же время конно-спортивный клуб «Алюр» приглашает горожан на новогоднее представление. Обещает покатать на санях и лошадях. Все вырученные средства пойдут на восстановление клуба после пожара. Героиня следующего сюжета за свою жизнь украсила 107 новогодних елок. Нет, она не долгожительница, а молодой дизайнер. Каждый год к празднику создает по 15 произведений искусства под названием «Рождественская ель». У каждой свой образ и даже характер. Чтобы и ваше новогоднее дерево было стильным, Маша Медведева даст пару советов. Елка у нас имеет форму конуса, поэтому нужно соблюдать эти пропорции. И поэтому лучше игрушки вешать, шары в том числе в первую очередь. Нужно вешать от большего к меньшему. То есть большие шары вешаем внизу и постепенно на уменьшение идем кверху. Смешивать игрушки, по мнению дизайнера, не стоит. Если это шары, то к ним можно добавить несколько одинаковых фигурок. Но пристраивать на ветви все, что нашлось в старом сундуке – дурной тон. Еще важно помнить о цветах. Чтобы ель получилась а-ля Прованс, а не а-ля Павата, использовать в одной композиции, допустимо, не больше трех цветов. Здесь основной, наверное, критерий. Елочку нужно украшать с любовью, чтобы все получилось как нужно. Стиль такой, он не любит ни помпезности, ни вычурности. Такой домашний все равно. Основные цвета у него – это лазурный, лавандовый, белый. Для Прованса характерен текстиль, поэтому банты здесь как нельзя к месту. Ткань хороша и в множестве других стилей. Но в зависимости от решения это могут быть, например, хлопковые или прозрачные ленты. Как таковой моды на декор не существует. Елку можно оформить под интерьер или просто под настроение. В помощь – несколько сотен стилей. От кантри в клетку до тифани в бирюзе. Можно использовать не только игрушки, можно фрукты сушеные, в данном случае это апельсины, шишки, какие-то в принципе декоративные элементы, ленты. То есть можно все что угодно брать в обиход. Главное – основное – определить для себя направление либо форма, либо цвет. Либо тематика. Это, например, стиль, приближенный к рустику. Корица, апельсины и глина – просто и со вкусом. А вот с дождиком и мишурой нужно работать осторожно. Стоит чуть переборщить и елка из дизайнерской превратится в обыкновенную. Наталья Спицына, Денис Лугов, программа «Город». И на сегодня у меня все. Напоминаю, наши новости всегда в доступе на tv-город.рф. Есть о чем рассказать – звоните в редакцию новостей по телефону 52-4202. Приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова